Часто покупаешь на Алиэкспресс или ведешь блог? Получай кэшбэк с каждой покупки и зарабатывай на своем блоге. Подробности в описании к видео. Всем привет, уважаемые друзья! Продолжается цикл обзоров по пищевым рационам и вновь возвращаемся к китайской теме. У китайцев очень много самых разных видов ИРП, различных рационов для разных задач. И конкретно сегодня перед вами рацион тип 13. Он уже предназначен для каких-то аварийных ситуаций. Я ранее уже делал обзор подобных рационов, в том числе и китайских. Но конкретно серия 13 имеет некое отличие от серии номер 9. Здесь уже они отличаются тем, что данный рацион, хоть и представляет собой некий такой концентрат пищевой, он уже имеет отличие по вкусу. То есть фактически в этой серии вы имеете набор разных пищевых концентратов, которые предназначены именно для аварийной ситуации. Но при этом эти аварийные концентраты, они уже имеют разные вкусовые добавки, видимо для того, чтобы сильно не приедалось. И сейчас мы протестим как раз таки версию с лимонным вкусом. Сама упаковка очень компактная, представляет собой коробочку. Причем эта коробочка это всего лишь часть самой упаковки. И внутри есть уже вот такие вот герметичные абрикеты. На самой коробке здесь, собственно, указан срок годности. Срок годности здесь 36 месяцев с даты производства. Ниже указана с даты производства. То есть у меня со сроком годности все в порядке. На обратной стороне упаковки здесь также указан состав продукта, как вы видите, и также его энергетическая ценность, которая указана в килоджолях. Здесь 4764 килоджоли. При этом состав я сейчас полностью зачитывать не буду, а просто перевод этих данных дам в описании к видео. Также на упаковке имеются данные и о разработчике, и о производителе. Разработчик это какой-то НИИ по военному снабжению при главном управлении тыла NOAC. Что касается производителя, то производитель это какой-то специальный отдел по производству пищевых продуктов особого назначения при ВМС Китая. Что касается внутренней герметичной упаковки, то она, в принципе, дублирует информацию с картонки. И здесь, как видите, имеется зацеп для быстрого открывания. Итак, что мы тут видим? Как видите, каждый из этих четырех брикетиков в рационе имеет отдельную упаковку, которая также дополнительно защищает рацион. Так что в этом плане у рациона, как мне кажется, защита довольно-таки неплохая. Уже в таком виде рацион очень сильно пахнет лимоном, и чувствуется какой-то сладковатый запах, который исходит от самих брикетиков. Думаю, сейчас один раскроем и протестим, а остальные останутся у меня на всякий случай. Сам брикетик по внешнему виду довольно сильно отличается от подобных рационов других производителей, например, от немецкого, от того же китайского тип 9, от нашего топ-марин. Время оценить вкус. Но могу сказать, что на вкус лимон действительно ощущается довольно явно, но, как ни странно, он не забивает. Он не забивает вкус, очень сильно напоминает различные печенья и пряники со вкусом лимона, которые можно купить в магазинах. Вот по вкусовым ощущениям примерно на 90% они совпадают. А что касается самого концентрата, то он довольно-таки мягкий, легко ломается, крошится. Теоретически, если у вас есть вода, можете сделать неплохую кашицу сладкую. В целом, такой тип пищевого концентрата с дополнительным ароматизированием мне представляется, ну, каким-то, знаете, более приободряющим, что ли. В любом случае, что-то с лимонным вкусом жевать как-то уже значительно веселее, чем просто ощущать какой-то нейтральный вкус у себя на языке. А в целом, рацион мне понравился, жует достаточно легко, при этом не имеет каких-то посторонних привкусов, не оставляет послевкусия неприятного. При этом, если сравнивать с нашим отечественным рационом Топ Марин, то мне по вкусовым ощущениям тип 13 все-таки понравился немного больше, как раз за счет того, что у него вкус, как раз напоминающий печенье с лимонным вкусом, которое у нас продается в тех же супермаркетах. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.